Всех с днём рождения! Когда ввели первый Хаги-Ваги-Маг, я и не думал, что их потом будет настолько много. Тем не менее, встречаем SD KFC 251-9. Я уже вообще не ориентируюсь в этих дробях, если честно. Ну что, поставили на бронетранспортер пушку, похожую на ту, что мы видели на пазиках и штугах, и в бой. Плюётся она каморником на 52 пробития и кумулятивом аж на 100. Ну всё, сейчас по-любому все беременные танкисты за кроволомом побежали после таких цифр, но было бы всё так круто. Ведь эти пушки мы уже видели и прекрасно знаем, что даже на 1.3 кумулятив не способен работать как нормальный мужчина. Поэтому берём каморники и... Эх, ну короче, два снаряда возите лучше. Кумуль как фугасы под калибр можно использовать. Я никогда не думал, что такой бред когда-то скажу, но это правда так. Ну там типа 100 мм пробития и плюс взрывчатка для картонной техники, ну... И хорошо, что иногда компенсировать урон может перезарядка в 3.3 секунды. Чё-то мне кажется, что вот такие червяки не должны из мотора торчать. Вот те и немец. Но зато как АФК сидеть, это почти в каждой открытой рубке видно. В плане брони тут картон, но иногда сплошняки маленьких резервных пушек не могут из двух выстрелов разобрать этот шедевр человеческой цивилизации. Наверное, так и задумывалось в реале. Что меня удивило, это очень комфортный ОВН в минус 10 градусов. Потому что такого плана САУ всё-таки иногда нужно не просто рашить, как делает стример. Ну и задний ход сойдёт для отрицательного нападения. В итоге полурак, полугусеничное шасси исполнять как полноценный колёсник не даёт, ну и может легко где-то застрять. Короче, спорный БТРчик такой. На самом деле, я всегда делаю скидку ПБР, поэтому играть на этом говномаге, конечно же, можно. И не поверишь, даже фраги делать. Так что можно прокачать и повспоминать старые Call of Duty, пока они ещё были нормальные, а не Modern Warfare 2019. Субтитры сделал DimaTorzok